Каждый с детства мечтает найти клад или что-то ценное. Видео на канале Кладоискатель Кашевой посвящены процессу поиска кладов и многому другому. Ссылка в описании и аннотации. С вами ТОП ХАЙП и это 6 самых глупых поступков игроков в Покемон Гоу. Увольнение с работы. Новозеландец Том Кьюри решил бросить свою работу в кафе и отправиться путешествовать по стране. В свои 24 года ему пришла в голову идея собрать покемонов по всей Новой Зеландии. Начиная с 13 июля он собрал более 700 покемонов, что стало огромной мотивацией для фанатов этой игры по всему миру. Австралийский мужчина по имени Сони Труэн был настолько зол, что игра Покемон Гоу все еще не добралась до Сингапура, что он решил в соцсети Facebook обозвать целую страну неприличными словами, что привело к огромному количеству злобных комментариев к своему посту. Он назвал Сингапур тупой страной и в ответ на один из комментариев, где ему написали покинуть страну, он сказал, что в стране проживают только тупые люди и средний национальный показатель IQ существенно снизится, если он уедет. Когда его работодатель узнал об этом, он его уволил. Майкл Бейкер из города Форест Гроув был ранен ножом незнакомцам в час ночи, когда он подумал, что перед ним еще один игрок. Бейкер предложил незнакомца сыграть в игру, но вместо этого получил удар ножом. Однако он продолжил искать покемонов вместо того, чтобы обратиться к врачу. «Я буквально рисковал своей жизнью», – сказал позже Бейкер. В итоге ему наложили 8 швов. В городе Оберн, штата Нью-Йорк, водитель врезался в дерево, пытаясь играть в Покемон Гоу. Мужчина в возрасте 28 лет не сильно пострадал, однако его автомобиль получил серьезные повреждения. По данным полиции, в 22.45 мужчина врезался в дерево, а после приезда полиции он признался, что играл в Покемон Гоу на своем телефоне. Чтобы найти покемонов, некоторые решают прогуляться по железнодорожным путям. Ситуация настолько усугубилась, что нидерландское правительственное агентство ProRail, которое занимается обслуживанием и развитием железных дорог, решило связаться с компанией Nintendo, чтобы решить проблему. Некоторые игроки в Покемон Гоу невольно прогуливаются по железнодорожным путям, в поисках сказочных существ. В Амстердамский академический медицинский центр начали заглядывать игроки, желающие найти покемонов. Представители центра попросили людей не разгуливать по зданию, после того, как некоторые игроки изобрели в закрытые зоны центра. Также в игре есть места, которые называются Pokestops. Это особые места, которые существуют в реальном мире, и которые выделены на игровой карте. В этих местах игроки могут найти покеболы и яйца, из которых потом вылупляются покемоны. Одним из таких мест является Мемориальный музей Холокоста, куда начали приходить игроки в поисках ценных подарков. Недавно представители музея попросили людей не играть на Мемориале, который посвящен миллионам погибших во время Холокоста. Ставьте лайк, если вам было интересно, и спасибо вам за просмотр.